Добрый вечер! Это тема дня о том, что актуально, что волнует вас, наших зрителей. Мы говорим в этой студии. Сегодня речь пойдет о ярмарочной торговле. На наши вопросы ответит Михаил Шелконогов, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Омска. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Один из самых популярных у жителей города проектов – это ярмарка «Омские продукты и меча». Мы в редакцию поступили уже десятки звонков с вопросами, что будет дальше, поскольку похолодало в Омске очень сильно. Как-то будет ли изменена торговля? Что будет с ассортиментом этих ярмарок в связи с тем, что у нас скоро самый главный праздник – Новый год? На сегодняшний день ярмарочная торговля в рамках проведения данной ярмарки «Омские продукты и меча» проходит на 8 площадках города Омска. Уменьшение количества данных площадок в ближайшее время администрация города, как организаторам этой ярмарки, не планируется. К Новому году, я думаю, жители получат более обширный ассортимент продукции сельских товаропроизводителей. Это гуси, утки, которые на сегодняшний день уже пошли, массовый забой крупного рогатого скота, свинины. И те, кто был в последнее время на ярмарках, видят, что именно мясной и молочной продукции на ярмарках стало раза в три, наверное, больше. Это связано с тем, что похолодало, меньше кормов, меньше хочется кормить, выращивать. То есть то, что свинина и говядина набрали свой вес, нормальный, пригодный для убоя, и то, что на ярмарках на сегодняшний день отсутствуют требования по соблюдению участниками ярмарок, требований по температурному режиму при продаже той или иной продукции. Потому что мы понимаем, что летом продать мясо тяжелее, потому что его нужно хранить в холодильнике, не каждый готов его купить, тот же самый холодильник, привезти, подключить и тому подобное. А зимой этих требований уже у нас нет. Ветеринарная служба разрешает торговать, как говорится, со стола. И поэтому те, кто когда-то не мог приехать на ярмарку, сейчас приезжают. Ну а как-то переводить в помещение эти торговые точки не планируется, потому что уже долгое время ярмарка существует под открытым небом. Это с одной стороны удобно, и с другой стороны в то же время нет. Да, все знают, все слышали о том, что состоялась встреча губернатора Омской области с мэром, в кабинете мэра, как это не странно бы звучало. И где оба, скажем так, главы нашего региона высказали мнение о том, что ярмарка торговли в конце концов должна перейти в закрытое помещение. И в городе должна осуществляться, ну скажем так, цивилизованная торговля. Ну понимая то, что 381 федеральный закон поручает нам, как органу местного мусорного управления, субъекту Российской Федерации, то есть Омской области, вести, скажем так, счет помещений, где происходит торговля вообще, и так называемый показатель торговли, как обеспеченность населения торговыми площадями. Так вот, на сегодняшний день этот показатель выполняется только, если говорить в среднем, в Кировском округе и в Центральном. И то это, если говорить в среднем. Например, Новый Киров, так называемый, обеспечен торговыми площадями более чем в два раза на душу населения, а Старый Кировск практически в четыре раза меньше, чем положено по тому же самому постановлению Министерства экономики Омской области. А такие районы, как Октябрьский и Ленинский, в некоторых местах, обеспеченные площадями, достигают 42 метров на тысячу жителей. Естественно, говорить о том, что обеспечить там места сельхозтоваропроизводителей где-то под крышей, в принципе, это невозможно, потому что там просто нет этих крыш. В свое время ходила идея строительства какого-то областного рынка, то есть сейчас она не рассматривается. Почему? Эта идея ходит до сих пор. Единственное, что нужен инвестор, который бы этот рынок построил. На сегодняшний день в городе выделены две площади построительства этого рынка. Это в Кировском округе, в районе поселка Солнечный и в Октябрьском округе, по-моему, или Ленинский, не помню, улица Барабинская, по-моему, Ленинский округ. Но площади выделены. В госзастройке, в горплане она есть, но для этого нужен инвестор. А поиски инвестора ведутся? Естественно, да, потому что везде на сайтах администрации, на сайтах правительства размещены эти точки. Пожалуйста, приходите, занимайте. Город, к сожалению, не может выделять деньги на это строительство. Ну и, наверное, область тоже. То есть исключительно частный проект это будет? Естественно, это будет. Пока рассматривается вопрос только частного проекта. Возвращаясь к ярмарке «Омские продукты и мечам», все наблюдали картину, все всегда что-то на них покупают. Нет, ярмарка находится рядом с нашей телевизионной компанией, очень популярна она у жителей данного округа. На многих продуктах нет ценников. Насколько это законно? Является ли это нарушением? Стоит ли жителям обращать на это внимание, на такие торговые точки? Ну, вообще, если говорить о законе, о торговле, то данная ярмарка в принципе не имеет права существовать, если уж говорить до конца откровенным. Ну и в то же время ярмарка это рынок, а рынок это то место, где человек имеет право торговаться. Но начальную цену, по большому счету, он должен знать, с чего ему начинать вот эти торги. Поэтому нарушение вот именно по использованию, либо не использованию ценника должен контролировать Роспотребнадзор в первую очередь. Ну и мы, естественно, должны реагировать на те замечания, которые они нам говорят. Но на деле, наверное, это очень сложно. Ну, на деле, да, очень сложно, потому что и Роспотребнадзор, это его непрямая обязанность, и сотрудники нашего департамента, делая замечания сельским товаропроизводителям, да, ну, сами за них не сядут, не напишут эти ценники. Выгонять же с этой площадки их, ну, тоже не очень прилично, скажем так, и не имеем мы таких полномочий и прав. — Главная идея этих ярмарок — это продукция без посредников и без накруток. Ну, все-таки, нет ли там перекупчиков? Тем более, что ярмарки уже за годы своего существования приобрели действительно большую интересу о мечей. — Не все, естественно, из них являются в чистом виде предпринимателями, которые приезжают, как они себя называют дистрибьюторами официальными, да. Есть такие, которые просто ездят по деревням, ну, и скупают товар у селян, которые не имеют возможности выехать и вывезти его в город, и продают его здесь на ярмарках. Ну, эту категорию людей трудно назвать перекупщиками, да, это, как раньше называлось, кооператив. Ну, для таких людей никогда не жалко место. А те, которые приходят, покупают то же самое свинину или мясо на заводе бекон, то, ну, вот это в чистом виде перекупщик. Это человек, который просто ведет предпринимательский вид деятельности, который должен, в принципе, пройти деньги и за аренду помещений, и за все остальное. — Ну, знаю, что разработана концепция развития ярмарочной торговли в городе Омске, одобрена она Министерством экономики. Как выглядит эта концепция? Что выиграют потребители, что получат сельхозтоваропроизводители? — Ну, весь вопрос в том, что концепция, она разработана, утверждена, будет мэром, согласован на сегодняшний день как Министерством экономики, вы сказали, так и Министерством сельского хозяйства. Основная цель концепции — это вот именно допуск на рынок города, не в прямом смысле его рынок, а вот именно в законодательном смысле сельхозтоваропроизводителя. Потому что на сегодняшний день, ну, недостаточно на самом деле мест на рынках города, которые можно было бы предоставить сельхозтоваропроизводителю на льготной основе. Потому что любой предприниматель, ведущий рынок, заинтересован опять-таки в получении прибыли. И для него абсолютно не имеет никакого значения сельский ты предприниматель или перекупщик. Вот у него есть место торговое, плати за него деньги, вставай, торгуй. Так вот, на сегодняшний день как раз наша основная задача — довести до таких предпринимателей о том, что надо иметь какую-то еще и социальную позицию. О том, что человек, торгующий своим, выращенным на своей земле, имеет какое-то хоть маломальское преимущество перед теми, кто это купил, перепродал и так далее, заработал на этом деньги. Поэтому наша концепция как раз настроена на том, чтобы дать возможность сельхозтоваропроизводителю прийти не только на розничный рынок, не только на нашу ярмарку, которая на сегодняшний день есть. Вполне возможно, в отдаленных районах города, малообеспеченных районах, она и дальше будет существовать. Но и попробовать все-таки донести до сведения сетевых магазинов, магазинов как омских марок, так и федеральные сети и сети других городов. Возможность предоставить нашим сельхозтоваропроизводителям попасть именно туда. Но здесь тоже есть масса проблем, с которыми мы разбирались на недавнем мероприятии, проводимом Министерством сельского хозяйства ВРВД, которое проходило на позапрошлой неделе, по-моему, да, сельхозярмарка. У нас там состоялся круглый стол с приглашением сельхозтоваропроизводителей и больших крупных сетевых магазинов города. Там мы разбирались как раз с теми проблемами, с которыми сталкивается селянин при заходе в город, при заходе в сеть. Ну и к тому же вторая проблема, по которой можно, скажем так, не то, что решить возможную проблему селянина, но предоставить ему такую возможность, это изменение в 171 федеральный закон, алкогольный закон, да, по которому с 1 января 2013 года запрещена будет торговля алкогольной продукцией в нестационарных торговых объектах. И вот здесь как раз прямая задача нас и предпринимателей, осуществляющие там торговлю, ну, может быть, каким-то образом свести селянина с этим предпринимателем и переориентировать данные торговые объекты на продажу именно товаров сельского производства. Рынки, вы уже о них начали говорить, о том, что все нацелено на то, чтобы в регионе была цивилизованная торговля. Сегодня насколько эффективно они работают и целесообразнее их оставить у городской собственности или отдать в частные руки? Ну, тут тяжело говорить о целесообразности. В городской собственности, если говорить уже законодательно, да, то рынки розничные, которые остались на сегодняшний день у муниципалитета, это четыре розничных рынка, ну, это непрофильное имущество, от которого по закону город должен избавиться. Но избавиться от него так, как были проданы, там, первомайский рынок, октябрьский, кировский, администрация города Омска на сегодня не хочет. И совместно с горсоветом рассматривается возможность акционировать данные рынки, чтобы большая часть процентов, то есть там порядка 51%, осталось в ведении администрации, чтобы все-таки контроль работы этих рынков остался за муниципалитетом. Не могу не спросить, актуальная очень тема – программа поддержки бизнеса. На следующий год она претерпит серьезные изменения финансовые, в первую очередь. Какие механизмы поддержки останутся и кто сможет ими воспользоваться? Да, это грустный вопрос. В соответствии с тем, что в горсоветам утвержден бюджет города Омска на 2013 год, программа поддержки предпринимательства уменьшена. Но в связи с тем, что на сегодняшний день опять-таки налаживаются отношения между городом и областью, в программе заложены пути получения федерального финансирования и финансирования с областного бюджета, чего на сегодняшний день на протяжении уже пяти лет существования программы пока еще не было. И поэтому, в принципе, поддержка, те меры поддержки, которые существовали до этого в программе, они все остаются. Спасибо, Михаил Юрьевич. Зрителям я напомню, что гостем программы сегодня был начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Омска Михаил Шелконогов. Вы смотрели тему дня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова